Всем привет! Появился у меня вот такой вот трайк. Это трайк заводской. Название у него Фермер. Привезли мне его с канала Годзилла Севера. На этом канале занимаются внедорожными грузовиками и все, что с ними связано. Внедорожная грузовая техника и не только. Кому интересно, можете пройти по ссылочке в описании. Этот трайк нужно довести до ума. Он будет использоваться для обучения подрастающего поколения в внедорожной езде. Для покатушек по бездорожью. Сейчас состояние у него непонятно какое. Но вроде все плюс-минус на месте. Двигатель на месте. Редуктор. Дифференциал на месте. Вот у отрайка вот такие вот широченные колеса. Размерность колес 580 на 270. Тут стоит тормозной барабан. Ну, колеса все одинаковые. Если посмотреть по дискам, они взаимозаменяемые. Колеса эти бескамерные. Вот стоит вентиль прямо в диске. Колеса накачанные. И держат. Это хорошо. Резина практически не изношенная. Двигатель. Сейчас посмотрим с другой стороны. С другой стороны двигатель с принудителем обдувом. Там стоит крыльчатка. И она вращается с помощью ремешка. И тут стоят два шкива. Это заводское исполнение. Лапка передач. Кикстартер. Если топнуть ногой кикстартера, то вроде что-то там шевелится в двигателе. Может быть даже из края есть. Здесь бак металлический. Такого вот треугольного вида. Эти щитки тоже металлические. Перья, вилки здесь используются стандартные. Восходовские, скорее всего. Я точно не знаю. И стоят заводские расширенные траверсы. Под широкое колесо. Ну, руль стандартный. Приборная панель. Спидометр. Два индикатора. И ключ зажигания. Что за надпись? Внимание! Максимальная допустимая скорость. Без прицепа 50 км в час. С прицепом 30 км в час. Сидение должно сниматься. Где-то тут должен быть рычажок. Вот так вот оно снимается. Снимаем сидение. Сидение Очень тяжелое. Тут потому что Железяка толстая. Очень тяжелое сидение. Под сидением Воздушный фильтр. Коммутатор. С одной стороны только один провод подключен. Почему-то. Провод этот катушка. В принципе, больше ничего не надо. На катушку идет. Остальное с этой стороны подключено. Бычок уже открученный тут. Спереди стоит большая прямоугольная фара. Наверное, автомобильная какая-то. Сзади имеется прицепной шар. Амортизаторы уже никакие. Выхлоп здесь идет через вот такой резиновый шланг. Этот резиновый шланг идет вот в такой глушитель. Я не знаю, он заводской или нет. Но с виду вроде все аккуратно сделано. Но шланг точно не заводской. Что-то тут какая-то труба была, наверное. Сзади багажник. Приварен. Может быть даже он не от этого трайка. Задний фонарь. Ижевский. Поворотники большие. Место под номер. Крылышки пластиковые. Задняя подвеска здесь маятникового типа. То есть, весь задний мост висит на маятнике. Который крепится. Ну вот здесь, как по мотоцикле этого. Два амортизатора с двух сторон. Мост из себя представляет трубы сваренные. И в центральной части расположен реверс редуктор. Вроде как от муравья. Цепь от двигателя идет. И вот на редуктор. Тормозные барабаны. Идут трубы прикручены к редуктору. Большие. Так вот и в передней части труба крепится к маятнику. Тормоза барабанные. Спереди тросика нету. И рычаг не шевелится. Задние тормоза. Рычаг. От него идет тяга. И она потом раздвояется. С помощью вот этого механизма. С натяжными тягами. Эти тяги идут другим тягам. Через вот такой уголок. А вот эти коротенькие тяги уже тянут вот этот вал. Он заходит в тормозной барабан. И там поворачиваются колодки. Вот один тормозной вал. И второй. Сзади на реверсе стоит болт натяжной какой-то. Непонятно зачем он нужен и куда он крепится. И свободные крепления у реверса. Вот куда этот болт крепился непонятно. Висит. И все. Вот видно амортизаторы. Амортизаторы регулируемые. Нужно его поставить на ход. И чтоб им можно было удобно пользоваться. Скорее всего двигатель этот вынется нафиг. И поставится какой-нибудь четырехтактный. Можно поставить какой-нибудь лифан. Типа от бензогенератора. Но я больше склоняюсь, чтобы поставить сюда двигатель от пидбайка. Четырехтактный. Четыре передачи. Электрозапуск будет. И будет на нем удобно ездить. Четырехтактный хорошо с низов тянет. И поэтому для этого трайка, мне кажется, это будет хорошо. Можно, конечно, поставить двигатель помощнее. Мотоциклетный, четырехтактный. Трайк делается для того, чтобы на нем обучались дети ездить по внедорожью. И поэтому двигатель мощный не нужно пока ставить. Потому что он больше будет для учебы, чем для каких-то адских покатушек. Ну и, в общем-то, нужно решить, какой ставить двигатель. И потом его ставить. Если ставить от китайского мотоцикла или от пидбайка, у них цепь идет с другой стороны. С левой. А здесь она справа идет. И придется городить какой-то промежуточный вал. Это, конечно, не сильная проблема, но надо будет делать, чтобы цепь натягивалась. На вилке проводка есть. Вот клеммочки. А с рамы проводка уже не выходит. Ну и, видимо, сняли эту проводку. Такой вот райк фермер. Про него я буду снимать видео, как буду переделывать. Но пока нужно решить, какой двигатель ставить. Пускай ждет дальнейших решений и покупки двигателя. А пока этот трайк ждет, нужно поскорее доделать вот этот трайк. А то уже давно ждет. Вот, допустим, пидбайк есть. 125 кубиков. Меряем длину двигателя. Вот она примерно на всю эту часть линейки получается. И смотрим, как он встанет сюда. Ну, конечно, будет длинноват сюда. Надо будет раму переделывать. Но, в принципе, тока-тока влезает. Не хочется с этими старыми движками возиться. Они, может, и хорошие. Но для удобства лучше поставить четырехтактный. С электрозапуском. Прикупил еще петличный микрофон. Заодно проверим, как он работает.